приветствую вас уважаемые подписчики канала mortal spiritus и сегодня мы будем с вами говорить о таком явлении как смерть часто теряя близких мы задаем себе вопрос почему он умер молодым старым младенцем сейчас я вам буду говорить о своем опыте что я видела что я наблюдала я никогда не использую при своих исследованиях чей-то посторонний эксперимент я сторонник собственного условия и собственных методов исследования ну поехали почему умирает человек вопрос сложный философский и здесь не стоит говорить возраст болезнь здоровья смерть всегда найдет причин для того чтобы человека забрать но это лишь средство отделения от физического тела первый случай когда человек выполнил свою задачу и сверх задачу и значит время его забрать либо для того чтобы вернуть сюда в этот мир в иной форме для давнейшего становления или если дух умершего человека достиг высшего состояния естества развился до совершенства это значит что его можно уже не возвращать в эти миры а перевести в иные второй случай когда уходит человек если он не выполнил своей задачи сверх задачи и значит его нужно вернуть сюда и либо поместить его такие же условия или чуть хуже и следующий вариант когда человек является составным компонентом чей-то истории то есть он участвует в организации тех или иных жизненных событий а потом уходит это тоже роль духа в этом мире что я понимаю путаю задачи и сверх задачей очень много бывает вопросов на эту тему задача это те роли которые исполняет человек в этом мире дочь отец сын и так далее что такое сверх задача она проявляется в нескольких вариациях первое развитие саморазвитие второе развязка кармических узлов то есть когда мы не берем а когда мы отдаем это тоже путь смерти происходит каждый день и мы невольно задаем себе вопрос почему в городе n умер малыш почему в городе б умерла такая молодая красивая женщина почему в городе отце убили благотворителя и мецената дело все в том что смерть она всегда найдет причину как забрать человека она или сформирует условия для этого тот же несчастный случай болезнь или задаст программу для того чтобы человек ушел но это тот же самый случай болезнь так тоже идет работа над физическим телом и и вариантов и способов методов немного опять же болезнь когда идет воздействие на физику через самый слабый центр когда происходит несчастный случай происходит тоже определенное формирование сценария через который человек уйдет поэтому любые случайности никогда не бывают случайными и когда мы практике начинаем вмешиваться в данный процесс происходят странные и непонятные вещи я тот специалист практик который как раз работает с данной областью не всех я откупаю от смерти или помогу помогая мягко уйти но бывают те случаи когда и сама программа смерти начинает вставлять палки в колеса и не дает тебе реализовать ритуал потому что человек должен уйти и помимо всего прочего смерть не только формирует причин но и выбирает лучшее время я хочу вам поведать небольшую историю которую мне рассказала моя бабушка та самая которая была ведьмой как у них практик пытался время обмануть в один домик деревне постучался старичок он был провидцем и в это время мужчины рожала женщина в очень больших муках рожала дома с бабками поведухами он постучался попросил воды и попросил ночлега на что мужик сказал я не могу у меня жена рожает он сказал ну ничего я помогу тебе я вижу что она рожает муках я все слышу я помолюсь за тебя останусь у тебя ночевать в коридоре на полу но когда он будет жениться ты обязательно меня позови я живу там-то там-то буду молиться там-то там-то и жена моментально стабилизировалась ребенок тоже стабилизировался и прошло 18 лет играли свадьбу и мужик послушался совета и пошел к тому старику старик спохватился сбежал с монастыря это будет реально провидец но никак не монах сразу оговорюсь и побежал колодцу и быстрее начал забивать колодец люди не понимают что происходит почему единственный деревенский колодец закрыт монахом что случилось человек сошел с ума сбрендил тем временем идет свадьба и все спохватились жениха ищут его не могут найти и тут люди идут к колодцу и там лежит труп этого жениха мужик бежит бегом догонять этого монаха и спрашивает в чем дело он сказал твой сын должен был задохнуться в водах своей матери я смерть отвел и она должна была его навестить после через 18 лет но поскольку утопленников те времена еще не хоронили я уже от себя говорю утопленников никами не не хоронили на кладбище он сказал я твоему сыну сделал благую смерть и тот молодой человек умер от сердечного приступа как видите смерть она всегда найдет способ как войти даже если мы начинаем через ритуалы пытаться усиливать тело жизни стабилизировать человека смерть выбирает не только причину как я уже сказала но и самое подходящее время на бывает такое человек совершит какое-то благое его забирают смерть знает когда забирать кого когда и зачем но теперь давайте поговорим про этапы действительно когда человеку приходит время уйти программа смерти и реализуется в несколько действий первое пред смерти умирание смерть и по смерти поговорим немного про каждый из этих этапов когда силы определяют что человеку пришло время уйти происходит нарушение баланса в его энергии программ жизни и смерти и начинается начинает формироваться определенный сценарий это может реализоваться через болезнь как я уже говорила когда находится слабая точка и через нее происходит деструкция это может быть несчастный случай нападение убийство в любом случае причина это есть инструмент смерти но это только подготовительный процесс далее когда уже все готово происходит непосредственно сама смерть некоторые люди уходят во сне другие уходят в очень больших муках по моим наблюдениям страдают те кто очень сильно держался за жизнь очень фиксировался на определенных предметах обстоятельствах и через подобную муку человек отказывается от своей жизни и происходит правильный нужный процесс агония бред страдания это все способы освобождения от физического тела даже если человек переживает несчастный случай в какой-то момент он ощущает такую боль и внутренне духовно морально он отказывается от существования в этом мире подобное я видела и взаимодействовала с мертвыми которые способны еще рассказать о данном процессе тогда приходит смерть некоторые и представляют как даму с косой которая наносит удар и отделяет духовное тело от физического на самом деле под этой косой можно представить вот этот вот мучительный процесс когда происходит отделение физического тела от духовного компонента который имеет в себе другие 6 тонких тел и человек еще живет как лицо физическое назовем это так но не имеет власти проявления в этом мире однако те субъекты которые обладают высоким уровнем психической энергии которые были сильными волевыми личностями способны как-то проявляться и на физике случайные появления животных момент смерти стуки визуализация во снах не каждый из мертвых на это способен но подобные явления имеют место быть я думаю о по смерти или о том что происходит человеком после смерти я сниму отдельное видео потому как это достаточно долгая обширная тема мир мертвых или как говорят шаманы мир теней он интересен специфичен необычен и нестандартен я благодарю вас за внимание прошу поддержать мой канал подпиской и лайками всего вам доброго берегите себя своих близких и да прибудет с вами сила